Существует расхожее мнение, что компьютерные игры вредны для психики и для здоровья. В частности, есть такое мнение, что компьютерные игры повышают агрессивность. Лана, как ты думаешь, компьютерные игры повышают агрессивность? Так, ну жена играет, так что с этим вопросом нам придется обратиться к соседям. Ну, насчет компьютерных игр у меня мнение как бы двоякое, потому что я считаю, что, например, на неокрепшую психику, например, школьника, младшего школьного возраста, оно оказывает негативное влияние. Допустим, если более зрелый человек, так скажем, подросток, то, возможно, ничего плохого не будет, если он может контролировать время, которое он проводит за этими играми. Это не становится для него какой-то навязчивой такой вот вещью, ради которой он бросает все и не видит больше белый свет и сидит и играет, больше ничего не делает. А в чем именно вот вред компьютерных игр с вашей точки зрения? Ну, на мой взгляд, очень на психику это влияет. Допустим, что касается опять-таки младшего школьного возраста, то дети еще с неокрепшей, так скажем, психикой, они возбуждающие для них, на них оказывает это занятие, а для людей постарше они уже как бы сформированы, и если они могут дозировать это в разумных пределах, то реакцию себе как бы улучшают этими играми. В общем, в разумных пределах даже положительные моменты. Спасибо. Удивительно трезвый взгляд на вопрос. Я, честно говоря, просто даже удивлен, потому что я ожидал, что сейчас услышу что-то такое, компьютерные игры дико вредны, или это очень плохо, или наоборот, это очень хорошо. А тут четко было разложено по полочкам, мне кажется, мне даже можно и не продолжать. Собственно, все было сказано совершенно четко. Детям младшего возраста компьютерные игры вредны, совсем маленьким действительно их это перевозбуждает, и им нужно играть в умеренном количестве. А взрослым, как ни странно, компьютерные игры полезны, и они даже помогают улучшить реакцию. Как вы относитесь к компьютерным играм? Плохо отношусь. У меня двое детей, и они очень любят играть в компьютерные игры. А что в играх плохого? Что вам не нравится? Как они действуют на детей, как они на людей действуют вообще, с вашей точки зрения? Ну, во-первых, человек становится зависим от них. Игромания развивается, на мой взгляд, и им перестает нормально смотреть на мир, который вот окружает их. А как они, компьютерные игры, с вашей точки зрения, влияют, ну, не знаю, на умственные способности, на зрение? Отрицательно, конечно же. Да, сейчас прозвучало очень мощное обвинение. Это даже, я бы сказал, король обвинений против компьютерных игр. Компьютерные игры вызывают зависимость. Еда вызывает зависимость, телевизор вызывает зависимость, секс вызывает зависимость. Все в жизни есть зависимость. По большому счету, речь идет только об одном. Насколько хорошо у вас головой? 24 часа за компьютерной игрой или 24 часа за просмотром сериалов? Ну, примерно, я думаю, зависимость здесь равнозначная. Все зависит от того, сколько вы времени провели за игрой, за телевизором, за едой. Ну, 24 часа в сутки есть, как это делают многие, это гораздо вреднее, чем 24 часа в сутки играть в какую-нибудь игру. И еще один момент, о котором хотелось бы сказать. Мир, который сейчас наступает, вот это новое время, в принципе, в это время требуется знание компьютеров, знание программирования и умение овладеть компьютером. И вот те подростки, дети и даже люди старшего возраста, которые с компьютером не новы, они получаются в роли эдаких динозавров. Поэтому вот тут вопрос, что хуже, оставаться в каком-то смысле, извините, динозавром, или все-таки развиваться, даже в том числе играя. В чем вообще обычно обвиняют компьютерные игры? Считается, что компьютерные игры повышают агрессивность. Это самое распространенное заблуждение. На самом деле компьютерные игры агрессивность не только не повышают, но они помогают бороться со стрессом. И после компьютерной игры, особенно такой напряженный, мощный, особенно по сети с другими игроками, с живыми, то есть когда вы играете по интернету, по сети, агрессивность снижается. То есть вы выплескиваете все свои агрессивные эмоции там, на поле боя. Да, еще есть мнение, что от компьютерных игр люди глупеют. Ну, это тоже распространенное заблуждение. На самом деле в 2006 году американская ассоциация телекинопромышленности Америки, США, заказала такое масштабное исследование с целью доказать, что компьютерные игры вредны для психики, для здоровья. И это исследование было заказано нескольким американским институтом. И вот при всем старании доказать, что компьютерные игры вредны и для психики, и для интеллекта, доказать это не удалось. Мало того, выяснились интересные факты. Оказывается, люди, которые играют в компьютерные игры, начинают думать в несколько раз быстрее, у них повышается скорость реакции. И они быстрее мыслят, а это в современном мире очень важно. В целом, у играющих подростков интеллект развивался гораздо быстрее, чем у тех, кто не играет. Но самые любопытные сведения получены в отношении людей старшего возраста. Люди среднего возраста, пожилые люди, которые играют в компьютерные игры, они, как ни странно, гораздо дольше сохраняют умственное и психическое здоровье. Я вспоминаю один случай в своей практике. Как-то ко мне пришла на прием женщина 80 лет, подруга Высоцкого. Было довольно любопытно. Я ее спрашиваю, что у вас болит, ну, что привело. А это такой человек, абсолютно живой, ясный ум. И она мне говорит, доктор, да, вот у меня два пальца не имеют. Я ее осматриваю и в полном недоумении, ну, бабулька я даже назвать не могу, у этой женщины, у нее не имеют два пальца, как бывает у людей, много времени проводящих за компьютером. Я спрашиваю, откуда у вас, ну, компьютерный синдром? Она говорит, доктор, мне стыдно признаться, я с внуками играю в стрелялки, в Call of Duty. Я был в шоке. Call of Duty требует невероятной реакции. То есть стрелялки вообще требуют безумной реакции. И вот эта женщина играет 80 лет вместе с внуками чуть ли не наравне. И это фантастически, потому что она и молодо выглядит, у нее ясный ум. Она совершенно не выглядит на свои 80 лет. То есть у нее сохранность мышления на уровне совершенно, ну, человека средних лет. Ну и, пожалуй, самое главное обвинение считается, что компьютерные игры очень плохо влияют на зрение. Это действительно так, но только в том случае, если вы играете на мониторе, мерцающем мониторе, 10-20-летней давности. Вот такие были плохие старые мониторы. Вот на них действительно играть было вредно для глаз. Нынешние мониторы никакого влияния плохого на зрение не оказывают. Мало того, благодаря тому, что игроку приходится держать сразу несколько объектов в поле зрения и между ними перемещаться, глаза в нем не только не портятся, а глаза тренируются. Я думаю, что мы об этом сделаем отдельную передачу, но пока, поверьте на слово, то есть от игры, особенно игры в стрелялки или в какие-то динамичные игры, зрение у вас не только не ухудшится, а, возможно, даже станет лучше, глаза тренируются. Ну, возможно, вы спросите, как же так? Вот люди, которые работают на компьютере, у них глаза садятся, то есть, ну, зрение ухудшается. Еще раз, люди, которые работают на компьютере, у них статичное изображение, статичный текст. Глаза не бегают, то есть у них идет медленное считывание информации. Люди, которые играют, у них глаза находятся в динамичном состоянии, то есть посмотрел вправо, влево, вверх, вниз. Поэтому от работы за компьютером, от печатания, чтения текстов глаза действительно страдают, то есть зрение ухудшается. А вот от игры зрение, как правило, не ухудшается. Но, естественно, во всем надо соблюдать меру. То есть понятно, что если вы будете играть 24 часа в сутки, и с психикой будет плохо, и со зрением станет хуже. Можно вспомнить китайца, который умер, играя за компьютерным столом, он провел около 36 часов. То есть в конечном итоге он просто, ну, это и смешно, и грустно, он просто умер, играя за столом, потому что он не ел, не пил. И вот, ну, наверное, во всем надо знать меру. Смотреть телевизор 36 часов в сутки тоже не здорово. Соблюдаем меру, играем, наслаждаемся. И я думаю, что будем здоровы. Подписывайтесь на наш канал. Всего вам доброго. Субтитры сделал DimaTorzok